Высоцкий или Мияги? Высоцкий! Афганистан! Это классика, это надо знать! Протопи! Ничего не понятно, но звучит интересно! Вау! Поэт, он великий чувак! Я из Афганистана! Афганистан! Легенды жесткие, как бы... За год разорвал весь мир, его слушают везде и всюду! Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович! Народ, всем привет! Меня зовут Максим! И это очередной выпуск! Сорян Баттл Поколение! Вы просили, я видел, я читал все комментарии, все ждали Мияги! И сегодня он будет! Я задумался, с кем же, с кем же поставить этого великого, по мнению большинства исполнителя! Мой взгляд пал на самое большое количество комментариев! Где было написано Владимир Высоцкий! Все, теперь давайте посмотрим, кто же сегодня возьмет верх! Подписывайтесь на канал, инстаграм, погнали! Стрек номер два! Ваш вердикт? Трек один или два? Каждого спрошу, мнения могут не совпадать! Наверное, два! Почему? Более современно, не знаю, как-то... Более легко звучит все-таки Высоцкий, это не для того, чтобы... Ну, там, не знаю, с друзьями посидеть где-то и вместе послушать! Ваш вердикт? Я за первую, потому что я в основном музыку слушаю для себя и слушаю в наушниках! И, соответственно, мне не нужно под нее как-то плясать, веселиться! Тебе решать, меня погали переменами... Узнали, кто? Мияги? Когда по полю, вдоль реки, света тьма, нет Бога... Узнали, кто? Да, но я не помню, как назвал... Владимир Высоцкий? Да! Хорошо, ваш вердикт, трек один или два? На данный момент, под мое настроение, я скажу, что Мияги! Узнали, кто это? Блядь, голос знакомый! Вы сразу узнали? Ну, это молодежь, это каждый, наверное, все знают его, ну, типа... Мияги? Мияги, да! Хорошо, ваш вердикт, Высоцкий или Мияги? Высоцкий. Почему? Я не люблю рэп, именно вот это, молодежное, которое сейчас... Каждый третий выходит в поколение, которое непонятно, что поют и так далее. Узнали, кто это? Кто? Высоцкий. Какой вам больше трек понравился? Конечно, Высоцкого. Почему? А? Ну, я люблю Высоцкого. А почему он клевый, расскажите? Он не поющий был артист, но пел от души, понимаете? Это редко таких артистов есть. Сейчас такого уже нету? Сейчас такого уже нету. Сейчас они рэперы, мне сейчас не нравится. Так, вы знали, кто это? Нет. Нет. Высоцкого знаете? Да. Уже неплохо. Трек номер два. Тут патрон в патроннике, ежели что, головы рубили, заработывал вес. Мияги узнали, да? Люблю его. Хорошо. Ваш вердикт. Мияги или Высоцкий? Каждого? Высоцкий. Почему? Потому что Мияги не люблю. Даже так, вам? Аналогично. Владимир Владимирович Путин. Я включу две песенки, вам надо выбрать, какая больше понравилась. Ну, включай. Поехали, трек номер один. Слышали Мияги когда-нибудь? Следующую песню включи. Ишь ты, какой интеллиент. Протопив и мне Ваньку по белому. Вот это более душевное. А узнали Высоцкого? Ну, кто его не знает, ребят? Ну, что вы издеваетесь над президентом? Это даже наоборот дух России поднимается, когда такая песня поется. Это даже... Ух! Россия! Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а это... Когда музыку делали лучше? В каком поколении? Вы знаете, все тоскуют по 70-х, да, по 80-х. Ну, вот я думаю, что тогда было лучше. И вот я сейчас даже домой, когда прихожу, и вот в основном-то вот Шамсон, включая вот эти вот, Высоцкого и вот эти 80-х, 70-х. Очень хорошие песни. Что-то вот молодые вроде начинают проявлять себя. Ну, надо вот как бы так, чтобы интересно было, чтобы приятно было слушать. И смысл был этой песни. Как у Тальков пел, как Цой пел. Вот знаете, вот надо вот со смыслом петь. Тогда людям понравится. Давайте, ребят. Россия вперед! Ура! Ура! За Святую Русь! Россия! Россия! Вперед! Друзья, пришло время анонса третьего сезона. Ты ведь не шутишь. Сорян Баттл. Битва жанров. После того, когда выйдут оставшиеся выпуски этого сезона, мы проведем стрим, где вы сможете прийти и лично предложить участников, а главное, треки, с которыми эти участники будут баттляться. Продолжаем. Это по полю, вдоль реки. Знаешь, кто такой Высоцкий? На школу, сука, перепутал. В Ацараполе тебе решать. Знаешь, кто это? Это Мияги. Давай, дружище, Высоцкий или Мияги? Какой трек тебе больше понравился? Первый или второй? Да, первый. Сколько тебе лет? Мне? Одиннадцать. Одиннадцать лет выбрал Высоцкого. Идем дальше. Кто это? Ну, Высоцкий, дайте. Хорошо. А вы узнали? Ну, конечно, Высоцкий, да. Какой трек понравился больше? Первый. Человек, загубили его. Хорошо. А вам какой больше? Ну, конечно, первый, по сравнению со вторым, если. Какая наша действительность была? Были бы сейчас тоже такие, было бы неплохо. Пусть будет второй. Я выберу Высоцкого, очевидно, потому что, не знаю, мне, в принципе, не очень нравится современная музыка, вся. Будь то Мияги, будь то Моргенштерн. Какой-то, он серьезно это сказал? Бывает за все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Девушка не узнала, да? Девушка не узнала. Узнались? Тоже не узнала. Да, Высоцкий или Мияги? Более молодежно, конечно, Мияги сейчас. Мияги, хорошо, вам? Ну, конечно, Мияги. Вы узнали, кто это? Нет. Нет. Это, 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 забыл, забыл. Высоцкий. Верно. Трек номер два. Вы за какой трек? За второй, однозначно. Второй. Почему? Ну, потому что это... Молодежный рэп исполнитель. Это отцы русского рэпа. Хаджиме в сердцах? Конечно. Узнали, кто это? Нет. Нет. Мияги, слышали? Да. Хорошо, Ваш вердикт. Сотский, конечно. Почему? Потому что это классика, это надо знать. Поняли, нахуй. Я согласна. А сколько Вам лет? Шестнадцать. Четырнадцать. А вы узнали? Нет. Ну, а вы узнали? Да, да, да. Хорошо. Ты мне баньку по белому, по белому, протопите мне баньку. Это отец? Да. Клевый у тебя бати. Так, смотрите, сравнивай музыку поколения. Мияги. Почему? Потому что я слушаю его, мне нравится его творчество. Супер. Вам? Мияги. Почему? Ну, более как-то движевые. Интересно, да. Какой вы трек выбираете вы? Я два выберу. Надо из двух, у нас соревнования. Тогда Высоцкий. Почему? Ну, потому что настоящая песня. Надо по полю, вдоль реки. Высоцкий, да. Высоцкий или Мияги? Конечно, Высоцкий. Высоцкий? А почему Высоцкий? Высоцкий вообще был гений. Это вообще человек был большой, короче говоря. Узнали Мияги сразу, да? А Вы знаете, кто такой Мияги? Я нет. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно усну. Узнали кто? Нет, нет. Мотив знакомый, но не знаю, честно. Это Владимир Высоцкий. Итак, друзья, Ваш вердикт. Трек один или два? Думаю, один все же. Вы? Мне тоже кажется, один. Я просто оглов, блядь. Высоцкого узнали сразу. Хорошо. Ваш вердикт. Мияги или Высоцкий? Конечно, Высоцкий. Почему? Тексты хорошие. Он поэт. Мияги... Мияги мне нравится музыка, честно скажу, но не сильно. Так, чуть-чуть. Хорошо. Вам? Ваш вердикт. Высоцкий. Почему? А потому что у меня друг в доме Высоцкого живет. Ого. А на Мерседесе его не катается? Нет, нет, нет. Недавно я смотрел видео, где парковался на его годовщину, этот Мерседес, этот синий, возле его дома. И он прямо в этом доме? Да. Блин, как зовут друга? Марк. Марк, ты красавчик. А Ксимирон не про него пел случайно? Нет, нет. Мне кажется, вы сразу узнали. Ну, Высоцкий, да. Хорошо. Вы узнали, кто это? Да. Супер. Трек номер два. Узнали, кто? Кальяный рэп, да. Ты ебанулся. А вы узнали, кто? Да. Нет. Хорошо. Это Мияги. Мияги. Так, ваш вердикт. Высоцкий. Почему? Классика. Окей, Вам. Абсолютно поддерживаю. Что он делал? Почему он особенный? Потому что он огромный вклад, в принципе, в музыку, в культуру внес. И если его песни слушают спустя столько лет, то значит, он сделал действительно что-то легендарное. Узнал, кто? Макс Курш? Нет. Какой трек ты выбираешь, первый или второй? Первый. Знал, кто? Ничего не понятно, но звучит интересно. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно усну. Я бы, конечно, пошутил, но есть люди, над которыми кощутся, шутите. Мне кажется, Высоцкий это как раз тот человек. Вот прямо реально мурашки по коже, при том, что я сам слушаю Бузову, то есть, понимаете. Ну, Высоцкий, как бы, это прям огромное уважение к нему. Ого, то есть Мияги или Высоцкий? Конечно, Высоцкий. Это Высоцкий, знаете, да? Конечно. Я погибал на пляже в окружении друзей. Узнали, кто? Я не знаю, кто. Мияги. Мияги. Мияги и Дюфан, да? Да, 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 все верно. Ну, сегодня у нас исключительно Мияги. Итак, ваш вердикт. Высоцкий или Мияги? Мне не могут не совпадать. Высоцкий. Почему? Мияги, не знаю, для меня это однотипно все-таки, как-то так. Просто, знаете, качает, а Высоцкий там больше смысла. Окей, вам. Да, я тоже за Высоцкого. Почему? Потому что вот Мияги, это вот обычно в машинах такое играет. Вот, да. И ты едешь в машине, чтобы потусить. А Высоцкий это что-то такое душевное. Супер, смотрите, я специально до конца дослушал. На самом деле, это ошибочное мнение. Надо прослушать Мияги. Вот он ровно об обратном. Просто они научились это совмещать. Почитать их текста. Я ни в коем случае никого не защищаю. Но они очень глубоко копают. Они там помогают и детям. У них там не очень крутые чуваки. То есть, то, о ком вы говорили, это больше вот. Вот, вот. Это Кморгенштерн. Вот они любят такое. Лишь бы музыка была. А вот Мияги, они как раз-таки с Энди Пандой, они очень глубоко копают. Душа, все дела. Я сам этого не знал. Я так же, как Вы считал. Пока вот нам подписчики не сказали, а ты послушай, а ты разберись. И там очень глубокие вещи они пихают. Очень поверхностно достаточно по тексту. То есть, Высоцкий там где-то и как-то завуалирует, еще что-то. У них более поверхностно, но именно по смыслу круто. Узнали кто? Эншпиль. Да? Да, ну это, ничего себе, обычно говорят Мияги, когда это Эншпиль. А у вас наоборот. Да. Я так понял, Вы не узнали, кто это? Что-то старенькое. Кто? Высоцкий. Слышали такую фамилию? Конечно. Неплохо, неплохо. Итак, Ваш вердикт, Мияги или Высоцкий? Высоцкий. Высоцкий. Обалдеть. То есть, не знали и выбрали. Почему перевес на Высоцкого? Мне попса не нравится русская. А, Мияги попса, понял, Вам? Классика всегда лучше. Вы, короче, видите все сами. Неважно, молодежь это или люди постарше. Все выглядит именно так, как оно выглядит. Мы не меняем, не умоляем и так далее. Просто я немножко в шоке нахожусь. Во-первых, тут сказали, что Мияги это попса русская. Вау! Вау! Покебал на пляже, в окружении друзей. Узнали кто? Нет. Мияги. Слушай, слушай, для контекста, видишь, как я выгляжу? Мы джаз. Мы джаз, мы классик. Вот это вот все крутое. Нет, все, 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 нет, нет. Высоцкого узнали? Высоцкий, да, узнали. Но мне кажется, для публики, для попсы, первое, абсолютно. А для компашек, когда вы на квартире, вы вместе пьете чай или пьете сидр или вино, второе, абсолютно. Я тоже второй. А почему второй, почему? Ну, что Высоцкий и потому что более душевно и в всем Высоцкий это же поэт, он великий чувак. То есть важен контекст. Мияги у него контекста, бэкграунда, не знаю, а вот Высоцкого, вот да, let's go, супер. Или второй песок. Один. Один? Один? Почему? Это хорошо. Хорошо? Да. А где ты? Я из Афганистана. Афганистан? Да. Вау. А ты узнал, кто это? Мияги. Да, да, да. А почему в Афганистане? Не нравится? Нравится. А вы узнали, кто это? Да, Мияги Эншфили. Узнал кого? У меня такой папа слушает. Все верно, все верно. Это Высоцкий, знаешь? Да, знаю. Хорошо, ваш вердикт. Высоцкий или Мияги? Высоцкий это такая улица, поэтому Мияги. Высоцкий. Высоцкий, почему? Потому что он лучше. Высоцкий, да. Хорошо, почему? Больше души, больше смысла. Звучание оно более лиричное, такое приятное. А у Мияги просто бит, да и не всегда даже приятный. Как-то не вкатывает, в общем. Ну, наверное, Высоцкий. Хорошо. Вам. Высоцкий. Ну, если слышим, Мияги Эншфиль, то, наверное. Хорошо, узнали, кто это? Да. Мияги. Мияги Эншфиль это легенды жесткие, как бы, русского хип-хопа, рэпа, вот это все. Жесткие легенды, вот так вот. Тебя в комментариях залайкают, бро. Хорошо, и трек номер два. Мияги или Высоцкий? Давай Мияги, Мияги, да. Почему? Потому что больше его слушаю, мне больше нравится. Окей. Твой вердикт? Мияги Эншфиль. Твой вердикт? Мияги. Почему? Не знаю, старое вообще не слушаю шансон, не слушаю. Хорошо, твой? Да тоже Мияги, да. Ваш вердикт, Высоцкий или Мияги? Ну, учитывая современное время, то это, наверное, Мияги. Трек номер два. Ну, знали, да, Мияги, я так понял? Да, да, конечно. Все, останавливаю, я готов отвечать. Ой. Против Мияги ничего не имею, он best on the best. Он, как обещал своему отцу, за год разорвал весь мир. Его слушают везде и всюду. Ну, относительно меня, своего личного мнения, все его песни знаю наизусть, но, как по мне, Высоцкий – это бог музыки, поэтому... А почему? Что он такого сделал? Да все уважение ему. Те строки, которые он писал, актуальны по сей день. Те слова, которые он произносил, актуальны по сей день. Все эти мысли, которые он пытался донести до людей, актуальны по сей день, хотя это было бог знает когда. И он всегда не боялся сказать то, о чем думал. У вас есть такие слова. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Да. Что бы вам это дало? Если бы я бегал в табуне, не под седлом, а без узды? Да. А вы что бы, вы предпочитаете в узде и под седлом? Без пора нет. Ну вот. Значит, такой же вопрос я мог бы задать вам, и ответ мой будет таким же, как вы бы себе ответили на этот вопрос. Друзья, взглянем на таблицу. В очередном выпуске вы видите, что Мияги, к сожалению, проигрывает Высоцкому. А это означает, что общий счет в нашей турнирке 7-0. С вами был Максим, подписывайтесь на канал, инстаграм. Пока. Не верю, и еще, когда чужой, почитай письма, заглядывая мне через плечо.